Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как запись учеников созданный онлайн курс. Очень часто об этом спрашивают, и мы рассмотрим это на примере некого курса, в котором я записан преподавателем. Посмотрите, пожалуйста, на блок настройки, и в нем есть вкладочка «Способы зачисления на курс» в меню «Пользователи». Сейчас мы видим два способа зачисления, причем самостоятельная запись сейчас отключена. Ее можно вот так вот включить и выключить. Есть и другие способы записи на курс, которые мы сейчас с вами рассмотрим. Их есть гораздо больше, и для этого мы сейчас посмотрим на панель управления сайтом с точки зрения администратора сайта. Вот эти способы он включил. Он может их и выключить. Например, самостоятельная запись вообще будет запрещена на всем сайте. Есть и другие способы, такие как покупка курса в онлайн. У нее есть свои настройки, мы их сейчас не рассматриваем. Курсы можно продавать официально. Или мета-связь с курсом, когда ученики записаны в один курс и автоматически получают запись в другой параллельный курс. Синхронизация с глобальной группой – это тоже интересный метод, когда один класс имеет синхронизированный доступ сразу к нескольким курсам. Гостевой доступ сейчас мы видим отключен, то есть никто из гостей зайти не сможет, и вот сейчас он снова выключен. Обратите внимание, в этом случае гости не зайдут. Итак, возвращаемся снова к роли преподавателя в этом курсе. Итак, преподаватель может выбрать, например, такой способ, как покупка. Рассмотрим его чисто факультативно, выставляется цена в рублях, указывается, какая роль после покупки в этот курс, на какой период будет доступ в этот курс, с какого момента начинается и каким моментом заканчивается. Например, через год автоматически запись на курс заканчивается. Возвращаемся снова в наш курс и рассмотрим самостоятельную запись ученика. Имеется шестеренка настройки, указывается способ, это не обязательно. И здесь есть очень интересный момент, как кодовое слово. Это означает, что все, кто знают это кодовое слово от преподавателя, они смогут сами записаться в этот курс. Включим показ и, например, введем такой код, как математика или сокращенно матем 2021. Например, вот если преподаватель такой код у себя в курсе ведет и сообщит своим ученикам, они смогут сами записаться, зная только ссылку и кодовое слово. Приветственное сообщение может быть выслано сразу после зачисления. Например, поздравляем, желаем и так далее. Скроем снова этот курс и рассмотрим следующий метод зачисления вручную. Вот тут есть кнопочка «Запись пользователей на курс». У него тоже есть шестеренка. Здесь также можно включить продолжительность обучения по умолчанию, уведомлять преподавателя и учащегося о том, что скоро срок заканчивается, допустим, за один день или за два, или за другой период. Вот и все настройки этого способа. Теперь запишем для примера кого-нибудь в этот курс вручную. Вот сейчас мы видим только одного человека, который записан. Его можно удалить. Или можно записать вручную, самостоятельно. Всех, кто зарегистрирован на сайте. Набирая первые буквы, мы видим подходящие варианты. Например, Мария Вячеславна Чистякова в роли ученика будет иметь роль, и там могут быть разные роли, с какого-то периода времени и на какой-то период времени после записи. Вот и все. И если нажать «Добавить», то в этом случае мы добавим одного ученика в этот курс. Все очень просто. Есть второй способ. Если нажать в блоке «Настройки пользователей», записанные на курс пользователей, мы можем записать вторым способом и перед этим увидеть, кто у нас уже записан. Ну, вот здесь только один есть педагог. Больше никого нет. Нажимаете на кнопочку «Запись пользователей на курс». Роль ученика по умолчанию выставлена. И вы также подбираете вручную по первым буквам подходящего, зарегистрированного на сайте ученика. Выбираете его. Можете добавить несколько сразу. И нажимать на кнопочку «Записать выбранных пользователей и глобальные группы». И в этом случае появится очередной ученик. Но в данном случае у Марии Вячеславны несколько ролей на сайте. Не только ученик, но и другие. Также можно и исключить по крестику любого пользователя из вашего курса. Вот, пожалуй, и все. Все очень просто. Спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok